Смотрите прямо сейчас в программе Детали недели. Корона жить мешает. Эта коварная болезнь никого не щадит. Ковид наступает в третий раз. Как скоро мы сможем дать ему отпор? Призвание, а не ремесло. Мы спасаем людей, оперируем. Когда и профессиональный праздник проходит на посту. И морозили его, и сжигали. Детям лучше просто не подходить к этому растению. Если геркулесову траву никак не одолеть, может, стоит взять на вооружение? Добрый вечер на Юргане. Детали недели. Глава КОМИ заболел коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме благодаря ранее сделанной вакцине, о чем Владимир Руйба рассказал в своем обращении прямо из палаты Республиканской инфекционной больницы. Регион входит в новую волну, и она, судя по всему, очень жестокая. Новые штаммы более заразные. Только строгое соблюдение мер профилактики и вакцинация помогут избежать тяжелых осложнений. Подробнее Алексей Карчма. Владимир Руйба прививался дважды, носил маску и соблюдал все меры предосторожности. Тем не менее, и он оказался на больничной койке. Вирус беспощаден, не зависит от сезона, заболевают люди любого возраста. Но вакцина снижает риск тяжести осложнений. Мы снова пошли на пик. У нас снова очень резкий подъем. Мы снова открываем койки. Я полностью участвую в работе правительства. Все распоряжения и указания идут в согласовании со мной. Буду информировать вас дальше о состоянии дел в республике, о своем состоянии. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга. Не болейте. Тем временем в правительстве Коми заседание оперативного штаба. По поручению Владимира Уйба его проводит первый вице-премьер Игорь Булатов. Прогнозы по распространению COVID-19 плохие. В ближайшее время ожидается ужесточение режима повышенной готовности. Самое печальное, что мы перезывали очень долго и много о том, что, уважаемые граждане, у нас есть вакцина. Вакцина самая разнообразная. Пожалуйста, как в магазине. Три вакцины у нас на сегодня на территории. Выбирай, какую хочешь. Но спад заболеваемости сыграл обратную реакцию. Население у нас почему-то решили, что все, с COVID-19 мы справились. Нет, уважаемые граждане, это не так. Со всеми воздушно-капельными заболеваниями мы обычно будем жить где-то лет 10. Помимо прежних в Коми сейчас циркулируют британский, южноафриканский и индийский штаммы вируса. Они более контагиозные, то есть более заразные. Привитые люди легче переносят болезнь или не заражаются вовсе. А вот смельчаки и скептики вакцинации рискуют серьезно. У нас смертность в республике немаленькая. За весь период мы, к сожалению, похоронили 956 человек. Коронавирус до конца не изучен. Осложнения могут возникнуть через несколько месяцев. Это и сахарный диабет, миокардит, поражение сердца, психические расстройства и болезни почек. Ковид может приблизить тяжелые последствия хронических заболеваний, вплоть до летального исхода. Сегодня самым эффективным методом, конечно же, является прививка одной коронавирусной инфекции. Следует также заметить, что за это время, что вот в России первая была изобретена вакцина против коронавируса, что на сегодня существует еще несколько российских вакцин. Никто из специалистов и разработчиков, и практических медиков не утверждает, что прививка абсолютно защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Но, тем не менее, следует помнить то, что, как и любая другая прививка против инфекционного заболевания, прививка против коронавирусной инфекции, конечно же, снижает риск тяжелого течения заболевания. В Ижинской поликлинике в сутки прививают порядка 100 человек. Уже 6 тысяч людей получили два компонента. Медики используют спутник ВИ, эпиваккорона и ковивак. Последняя для маломобильных граждан. Ее можно хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8. Легко транспортировать к пациенту на дом. Основная вакцина, которая сейчас привела в спутник ВИ, она доказала свою эффективность. Проведены клинические испытания. Она признана за границей. Соответственно, люди сейчас более активно начали прививаться. Плюс ко всему, сейчас пошел рост заболеваемости. Это тоже дало дополнительный толчок к тому, что люди начали активно посещать поликлинику, устраивали вакцинацию. Супруги Виктор и Татьяна Темины пришли на вакцинацию вместе. Они в группе риска и всерьез опасаются за здоровье своих родных. После заполнения анкеты по одному приглашают в прививочный кабинет. Сама процедура занимает не больше минуты. Во-первых, у нас внуки. У меня мама старенькая, 90 лет ей, с лишним даже. Не дай бог заболеют. Хотя контактов лишних у нас нет. Мы никуда не уезжаем, не приезжает к нам никто. Но мы думаем, береженого бог бережет. По телевизору смотрю, было 30, сейчас уже 50 с чем-то. И просто опасаюсь не то, что за себя, а за своих близких и за родных. А это уже Воркута. По договоренности с работодателем, городники могут привиться у себя на шахте или в поликлинике. В регистратуру стоять не надо. Прямо у кабинета врачи выдают анкеты после их заполнения на прием. Если нет противопоказаний, приглашают в прививочный кабинет. Напоминание о дате второго укола придет в сообщении от сервиса госуслуг. Очень удобно. Мы пришли к определенному назначенному времени. Нас приняли врачи, мы заполнили анкеты, провели обследование, нас привили. То есть организация, считаю, на очень высоком уровне. Привиться решил, в первую очередь, ради своего здоровья. И, во-вторых, ради здоровья своих коллег, с которыми мы работаем. Сейчас, в принципе, модно быть против. Против либо каких-либо решений, либо против, в частности, вот этих прививок. Но я думаю, что люди, которые переболели с температурой под 40 градусов, лежа в реанимации с трубками ВЛ во рту, вряд ли думали о моде. И если есть возможность предотвратить эти последствия, не допустить их, то я считаю, что нужно защититься, сделать прививку. А вот беспечность дорого стоит. В Сыктывкаре компания «Агрохолдинг» всем составом вышла на удаленку. Одна из сотрудниц пришла на работу с явными признаками ковида. У женщины пропали обоняние и вкус. Теперь все, как на иголках. Пожилые родители, дети, друзья оказались в зоне риска. Невзирая на меры предосторожности, эта коварная болезнь никого не щадит. Конечно, люди старшего поколения очень активно отнеслись к вакцинации. Постоянно заботясь о своем здоровье, они продолжают также регулярно делать эту вакцину. Ситуация с коронавирусом в Коми ухудшается вот уже третью неделю. Если подобная тенденция сохранится, власти республики будут вынуждены возобновить ограничения. Не исключена и обязательная вакцинация некоторых категорий граждан. Такое решение ранее приняли в Москве, Московской, Кемеровской и Сахалинской областях. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, опять же, в соответствии с законом об иммунопрофилактике, главный государственный санитарный врач этой территории имеет право вынести постановление, обязывающее проводить вакцинацию определенных контингентов в обязательном порядке. И это, значит, узаконенно, то есть это законодательно правильно. Побороть коронавирус возможно путем выработки так называемого коллективного иммунитета. В этом случае инфекция лишится каналов распространения. Вспышек заболевания и эпидемий уже не будет. Выработка такого иммунитета возможно за счет массовой вакцинации. От ковида необходимо привить не менее 60% населения. Попасом без прививок, хотя я тоже вот взяла две прививки. Боюсь, всегда маски хожу в магазины, в автобусы. В советское время мы победили страшные болезни, эпидемии. А здесь тоже показывает жизнь, что без вакцины мы не справимся. Скоро выздоровление всем, кто болеет. И желательно всем не болеть. Минздрав тем временем обращается с просьбой ко всем жителям республики соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. По возможности сократить контакты. При первых признаках простуды не заниматься самолечением. Сразу обращаться к врачу. Заболеваемость коронавирусом уже не зависит от того или иного сезона. Летом заражаются так же часто, как осенью или весной. В зоне риска теперь не только пожилые люди, но и дети, и подростки. Все больше случаев инфицирования среди трудоспособного населения. В возрасте от 18 до 40. Что нужно делать в обязательном порядке? Нам нужно создать коллективный иммунитет. Я об этом постоянно говорил. И сейчас буду говорить об этом чаще и чаще. Потому что другого выхода остановить вспышку в республике нет. Да и в стране в целом. Мы сегодня не достигаем контрольных цифр по прививкам. Нам нужно привить, для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, 60% взрослого населения от количества проживающих в республике. Это более 380 тысяч человек. Мы на 17 июня привили 11742 человека. Это очень мало. И, конечно, такими темпами мы точно совершенно коллективный иммунитет до ближайшего времени не получим. А это значит, нам придется переходить снова к мерам ограничительного порядка. Этого делать категорически нельзя. Потому что я уже это много раз объяснял. Вы это знаете. За этим стоит сразу экономическая галитина. На сегодня в Коми лабораторно подтверждено 44 946 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки плюс 70. Трое умерло. И, судя по всему, печальная статистика будет расти. Пик заболеваемости прогнозируют в июле. Единственный способ снизить риск инфицирования – это вакцинация. И чем больше людей будет привито, тем быстрее выработается спасительный для всех коллективный иммунитет. В воскресенье в России отмечают День медицинского работника. И второй год подряд из-за коронавируса свой профессиональный праздник врачи и медсестры встречают на посту. Они бесстрашны и даже в самый ответственный момент, когда нервы должны быть натянуты до предела, сохраняют самообладание и профессионализм. Медицина – это не столько ремесло, сколько призвание. Тех, кто для себя выбрал эту сферу и в ней состоялся, на этой неделе наградили почетными званиями, орденами и грамотами. Но сразу после специалисты вернутся к своей непростой работе – спасению жизней. Ольга Коняева о людях в белых халатах. Здравоохранение Республики – одна из крупных отраслей региона. В 2020 году в работу большого отлаженного механизма вмешалась пандемия новой коронавирусной инфекции. В сложный период Министерству здравоохранения КОМИ удалось не только успешно перезагрузить систему на борьбу с COVID-19, но и найти резервы для реализации государственных и региональных программ. Лечение больных коронавирусной инфекцией стало новым и важным направлением в работе. В медицинских учреждениях КОМИ были развернуты дополнительные койки, оснащенные жизненно необходимым оборудованием – медицинским кислородом и аппаратами ИВЛ. На борьбу с COVID-19 в КОМИ из всех источников финансирования было направлено почти 2 миллиарда рублей. Это 1990 единиц медицинских изделий, средства индивидуальной защиты, современные лекарственные препараты для пациентов. В кратчайшие сроки мы переобучили более 3 тысяч медицинских работников. Они освоили совершенно новые для себя навыки и знания. И спасибо федеральному бюджету, потому что на дополнительные стимулирующие выплаты было перечислено больше 3 миллиардов рублей. А также из республиканского бюджета стимулирующие выплаты составили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Диагностируют коронавирус на базе пяти государственных референс-лабораторий. Часть из них открыты в 2020 году. Налажена работа по СМС-оповещению граждан о результатах тестирования на COVID-19. Внедрены новые формы работы. Хорошо зарекомендовали себя созданные в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте амбулаторные ковидные центры. Эта мера позволила сэкономить рабочее время врачей, разделить потоки пациентов и создать для тех и других оптимальные условия приема. Одна из новаций нашего региона – бесплатное такси для подвоза пациентов в амбулаторные ковидные центры. Хочу сказать отдельную благодарность не только нашим сотрудникам, которые работали в ковидных госпиталях. Мы сохранили работу кардиоцентра, сохранили работу и других наших стационаров и оказывали необходимую специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, жителям нашей республики. В республике налажена работа по вакцинации жителей от коронавирусной инфекции в 23 медицинских организациях, расположенных во всех муниципальных образованиях. Морозильные камеры, термоконтейнеры, термоиндикаторы. Прививочные пункты оснащены необходимым оборудованием. Работают 25 мобильных пунктов и больше сотни прививочных бригад. Совместно с Северной железной дорогой Министерством здравоохранения Коми запущен спецпоезд для вакцинации жителей Коми. В целом от коронавирусной инфекции планируется привить 60% населения региона. Это почти 400 тысяч человек. Многие люди не могут приехать. У кого-то свои дела, у кого-то по состоянию здоровья. Кто-то работает и не может приехать, потому что у него рабочее время. А выходной день он хочет потратить на себя, а не на вакцинацию. Поэтому мы к ним едем, не они к нам. В республике была продолжена работа по всем направлениям системы здравоохранения, несмотря на колоссальные финансовые затраты на борьбу с пандемией. В рамках нацпроектов здравоохранения и демографии в Коми реализуются 7 региональных проектов. В прошлом году было выделено более 3 миллиардов рублей на их реализацию. Главная цель – снижение младенческой и смертности от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения. Привлечение в отрасль квалифицированных кадров. Пандемия не стала преградой и для поставок медицинской техники не только в региональные, но и городские и районные учреждения. В республиканские онкодиспансеры детскую клиническую больницу поступило 7 единиц дорогостоящего оборудования. В 2020 году создано 4 центра амбулаторной онкологической помощи в Ухте, Сыктывкаре, Боркуте. Мы получили новую рентгенустановку, УЗИ-аппарат премиум класса, два стерилизатора стационарных, каждый из которых стоит по 7,5 миллионов. В 12 городов и районов поставлено 23 мобильных комплекса. Флюорографы, мамографы, передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Это значит, жители отдаленных населенных пунктов получили возможность проходить важные обследования, не выезжая за пределы своих поселений. Флюорографическое обследование должно проходить все население нашей республики хотя бы раз в год. К сожалению, из отдаленных сел люди по несколько лет не делали рентгенно-легких или флюорографии. И я думаю, что это им будет очень полезно в этом году было сделать. Один из острых вопросов, который решает Министерство здравоохранения КОМИ – кадровый дефицит. За время работы программы «Земский доктор» в отрасль прибыло 373 врача и 18 фельдшеров. В 2020-м единовременная компенсация увеличена – до 2 миллионов врачам, до миллиона фельдшерам. А с этого года выплаты по программе будут получать еще и акушерки и медицинские сестры ФАПов. В 2020 году у нас пришло 3 врача, 2 стоматолога и 1 врач-реаниматолог. Я считаю, что именно благодаря этой программе большую часть своих кадровых проблем мы можем решить. Кроме того, по 1 миллиону рублей выплатят врачам, поступившим на работу в медицинские организации «Воркуты». Целевая и контрактная подготовка медперсонала, привлечение специалистов из других регионов, выплата северных вне зависимости от стажа, приобретение квартир для медицинских работников. Эти меры также направлены на снижение дефицита кадров. Отдельное внимание созданию комфортной среды в амбулаторных медицинских организациях. На их ремонт и оснащение в 2020 году было направлено 62 миллиона рублей. На новую модель работы перешли 19 учреждений здравоохранения. Во всех детских поликлиниках республики уже внедрен принцип бережливого производства. На развитие детского здравоохранения в прошлом году выделено больше 97 миллиардов рублей. На укрепление материально-технической базы детских поликлиник и отделений приобретение почти семи десятков единиц нового медицинского оборудования. Особое направление работы Министерства – развитие службы скорой медицинской помощи. За последние годы существенно обновлен парк санитарного автотранспорта – 154 единицы новой техники. Развивается санитарная авиация. В 2020 году дополнительно выполнено 150 вылетов. Эвакуировано 1311 человек. В этом году очень большие поступления автомобилей. Вот 10 машин мы получили новых. И ждем, конечно, что в будущем будет еще. Продолжается полномасштабное внедрение цифровых технологий. Мобильные бригады скорой помощи снабжены планшетами. Медицинские организации оснащены автоматизированными рабочими местами, телемедицинскими комплексами, сканерами, штрих-кодов и термопринтерами для клиника диагностических лабораторий. Главная задача работы Министерства здравоохранения КОМИ – это сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни жителей региона. Для этого в республике будут продолжены все главные направления борьбы с COVID-19. Масштабная программа модернизации первичного звена, привлечения новых кадров, диспансеризация населения, строительство и ремонт медучреждений, обеспечение доступности диагностики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Чего с ним только не делали. Испытывали светом и темнотой. Обильно поливали и, напротив, надолго оставляли без влаги. Пытались заморозить и сжечь под жаркими лучами, даже травили химией. Но почти всегда он выживал. Борщевик Сосновского занимает сегодня в КОМИ 5600 гектаров. Говорят, все, что не делается к лучшему, может, и в ненавистном сорняке есть свои плюсы. Анна Зубарева расскажет не только о необычных методах борьбы, но и о еще более необычном использовании геркулесовой травы. Приготовьтесь удивляться. Динамика распространения борщевика по-настоящему пугает. Зонтики гигантского сорняка каждый год дают миллионы новых семян, которые ветер разносит на километры вокруг. И вот там, где еще пару лет назад этого растения и в помине не было, сегодня заросли. Геркулесову траву и косят, и травят химией. Последний вариант по нраву далеко не всем. А потому ученые из Гатчины придумали свой экологически чистый. И даже приносящий пользу метод борьбы. Заросли борщевика агрономы посадили клубни топинамбура. И за два года он полностью вытеснил ненавистный сорняк. Борщевик гигант, а то топинамбур супергигант. И он полностью поглотил его, потому что у борщевика корневая система 30 см, а у топинамбура там более 3-4-5 метров. Наши погодные условия топинамбуру вполне подходят. Зеленая груша не требует особенного ухода и успешно размножается даже на неплодородных землях. И в коме уже появились последователи гатчинского эксперимента. Сыктывкарка Ганна Холопова, например, готова высадить клубни с земляной груши в заросли борщевика рядом со своим домом. Благо, с топинамбуром они давние знакомые. 11 лет назад растения начали выращивать ее родители. Затем культура перекочевала и на огород самой Ганны. Сейчас, правда, на Альпийской горке только два куста, но горожанка твердо намерена увеличить популяцию. Я знаю, что много инулина. И очень хорошо помогает для тех, кто болеет сахарным диабетом. Очень полезно и для кормящих матерей. У кого исчезает молоко, можно просто в еду добавлять тот же порошок. Но я лично использую листья. Как я использую? Я завариваю, и из этого чая зеленого делаю лединки. И после каждого умывания на горячее лицо я просто лединкой умываю, омолаживает, убирает морщинки. Официально борьба с борщевиком началась 6 лет назад. В 2015-м его документально признали сорным растением. Впрочем, попытки избавиться от геркулесовой травы начались раньше, когда жители Юга Коми поняли, насколько опасно это растение. Впрочем, как это неудивительно, есть и те, кто тотальное уничтожение борщевика считает не самым правильным решением. Вопрос непростой, потому что, например, борщевик, ведь с точки зрения, если сельхозтоваропроизводителя, не такая уж плохая кормовая культура. Он очень рано появляется весной, когда сразу после таяния снега, когда еще другие не сенокосы, не пастбища еще не поспели. Потом у него высокая урожайность очень, от 1000 до 1200 сантиметров с гектара. Агротехнические затраты по его возделыванию очень низкие. И у нас есть сельхозтоваропроизводители, которые даже не хотят отказываться от борщевика. От нашего главного зеленого врага можно получить пользу. Этому сорняку-переростку вполне реально найти применение, твердят ученые. Одни предлагают делать из стебля борщевика материалы для электродов суперконденсаторов. Другие разработали из экстракта геркулесовой травы и володушки наноантибиотик, который может быть использован для заживления тяжелых ран. Третий считает, что спиртовой экстракт из гигантского растения помогает извлекать золото из руды. Известны эксперименты по выработке спирта, биотоплива и древесного угля. А ученые из КОМИ опытным путем выяснили, борщевик ускоряет рост овощей. Буквально где-то года два назад мы произвели исследование по борщевику, по соку борщевика, сок борщевика, обрабатывали его, также с помощью электродинамической кавитации, оборудованием, которым я владею лично. И получилось, что жмых борщевика после удаления сока является отличным органическим удобрением, а сок после вот этой обработки электродинамической кавитации является более-более хорошим биологическим стимулятором. Стимулятором роста. Стимулятором роста, еще мало того, еще и лечебным средством. А именно помогает восстанавливать костно-мышечные ткани человека. Научное обоснование уже есть. Все, что нужно, это просто наладить производство. А для этого, само собой, необходимо вложение. И все-таки мнения сегодня разнятся. Кто-то считает, что из борщевика можно получать прибыль и пользу. Другие, например, медики, выступают за уничтожение геркулесовой травы. В Сатывкарский травпункт каждый год обращаются пострадавшие. Сок борщевика, как известно, очень токсичен и в солнечную погоду вызывает ожоги, потемнения от которых в некоторых случаях не проходят годами, а порой остаются на всю жизнь. Это такая печать борщевика на теле. Страшно даже представить, что может случиться с ребенком, если он попадет в заросли зеленого чудовища. Детям лучше просто не подходить к этому растению, а подходить его стороной. У детей, у некоторых, возникает идея, что если это вредное растение, то хорошее дело это взять там его, затоптать, или палкой сбить, или что-то, в общем, неправильная реакция. Правильная реакция будет отойти в сторонку. Чем меньше людей пострадает от борщевика, тем лучше. Вот ребенок должен помнить. Поскольку сегодня кошение – самый распространенный вид борьбы с гигантским сорняком, специалисты напоминают о полном обмундировании. Одежда должна быть из плотного материала, на руках водонепроницаемые перчатки, на ногах резиновые сапоги и лицо обязательно прикрыть. Даже высохший яд борщевика на одежде сохраняет обжигающую способность. Вот на перчатках чуть-чуть влаги, вот видны, вот эти перчатки надо помыть теперь под краном большим количеством воды, потому что они станут опаснее. А если уж попал яд на кожу, тогда обязательно надо хорошенько промыть пораженный участок, в течение двух-трех дней защищать его от солнечного света, и, конечно же, обратиться к врачу. Это важно знать каждому. Уже 10 наших муниципалитетов в плену опасного сорняка. Душераздирающая история прямо сейчас разворачивается в Воркуте. Многодетная мать вот уже третий год пытается вернуть статус детей-инвалидов для двух своих сыновей. Мерлан и Руслан Атабековы таковыми числились, но в 2018 году воркутинские специалисты объявили, что в особом статусе подростки больше не нуждаются. Обосновано ли это решение, к чему подобные заключения приводят в реальной жизни? В материале Ивана Беречевского. Зарапата Атабекова – мама троих детей. Двое старших – 16-летний Руслан и 12-летний Мерлан – дети с инвалидностью. Причем этот статус получили с рождения. У обоих серьезные заболевания нервной системы. Учатся они в коррекционной школе. Воспитывает ребят женщина одна. Муж давно ушел и алиментов не платит. Как заключили московские врачи после секвенирования ДНК, у обоих ребят генетическое заболевание, передающееся по отцовской линии. Вот выписка из врачебного заключения. Обоим детям Руслану и Мерлану проведено клиническое секвенирование экзома. В результате у обоих выявлена ранее неописанная замена в гене ОПИ-Эч-Эн-1. Ответственным за развитие ИКС с цепленной рецессивной задержки психоречивого развития с гипоплазией мужичка и лицевыми особенностями. Рекомендации – наблюдение неврологов, тальмолога, рассмотрение вопроса о направлении на медико-социальную экспертизу обоих мальчиков, учитывая наследственный неизлечимый тяжелый характер заболевания. В медицинском университете имени Пирогова после тщательного обследования ребят рекомендовали назначить экспертизу и сохранить инвалидность и дальше. Воркутинские специалисты экспертизу провели и продлили статус до совершеннолетняя. Но потом внезапно для семьи объявили, что мальчики в инвалидности больше не нуждаются, даже после рекомендаций федерального уровня. У них диагноз, московский диагноз – тигронативное заболевание, а здесь этот диагноз не признается, не подтвердится. Пока дети официально считались инвалидами, семья оплачивала только половину стоимости жилищно-коммунальных услуг и получала пособие по уходу за детьми-инвалидами. Этого хватало на то, чтобы обеспечить ребят всем необходимым. В Москве выписали новые лекарства и специальную обувь для мальчишек, но покупать все это не на что. А сейчас я не работаю, только с ним ухаживаю, с детьми. И здесь мне все воркутинские люди, землячки и русские, все люди воркутинские люди очень добрые, очень хорошие. Они помогают по деньгам, по одежде, по продуктам. Мне все помогают. Без этой помощи, признается Зарапад, не справилась бы. Огромную поддержку сейчас оказывает и мусульманская диаспора, причем не только киргизская. Она же знает, что в каком-то числе ей надо в Москву ездить, да? Вы знаете, значит, дорога туда не бесплатна. Мы говорим, значит, я скажу, значит, я или там она, кто к кому обращается, доходит до диаспора во главе, и да, и мама доходит, и они говорят, так, вот Зарападу именно вот к такому числу ездит, надо поехать в Москву. Давайте соберемся. Кто сколько сможет, собираем и отправляем ей деньгами. Сейчас многодетная мама надеется на огласку и возвращение статуса детей-инвалидов для своих ребят. Иначе, говорит Зарапад, она всерьез беспокоится за будущее двух своих любимых сыновей. Как появилась республиканская филармония, каким было прошлое, а теперь настоящее, старейшие газеты в регионе Красного Знамени? И в каком году президиум в ЦИК постановил каменно-угольной промышленности в Коме быть? Виктория Денисова подготовила свежую порцию фактов о республике к ее столетию. Духовой и симфонический оркестр, цирковая и концертная бригады, национальный ансамбль песни и пляски, ныне Асья Кыя. Всего 118 человек. Таким был коллектив только-только появившейся Коми Республиканской филармонии. Дело было в сентябре 1941-го. Правда, тогда же ее нарекли концертным эстрадным бюро. Лучшие образцы отечественной и мировой культуры, произведения Коми-авторов и народное творчество – все это можно увидеть на сцене учреждения и по сей день. Бытует мнение, что народное искусство канонизировано, раз и навсегда установилось, и всякое вмешательство в традиции считается кощунством. Мы считаем, что народное искусство – это основа, на которой обязан творить художник любого жанра. Становление столичной филармонии пришлось на военные годы. Именно в 40-х заложили основы национального репертуара. Спустя десятилетия – первые гастроли за пределы Коми, а там и выпуск первых грампластинок наших солистов и коллективов. Немного погодя, учреждения реорганизовали. Тогда и появилась Коми Республиканская филармония. Год шел – 56-й. Почему вы, ромашки, не спите, не смыкая глаза, все глядите? В Коми крае, богатым цветами, к вам иду я, склоняюсь над вами. Ах, ромашки, ромашки. Тем не менее, годы шли, а собственного здания у филармонии не было. Она соседствовала с театром драмы. Все изменилось в 75-м. Именно тогда, близ Сыктывкарской площади, появилось новое строение. Ну а современный вид, такой, каким мы видим его сейчас, филармония приобрела в нулевых. 1931 год. Президиум в ЦИК постановил каменно-угольной промышленности в Коми быть. Такой вот толчок к освоению Печорского бассейна. Год спустя по правому берегу реки Воркута уже красовалась первая шахта. Все в основном силами заключенных, конечно же. Уголь добывали вручную, без электроэнергии и механизации. Тем не менее, только за первый год шахта принесла стране более 33 тысяч тонн угля. Произносишь Воркута, и встают рядом в памяти слова. Заполярье, уголь, мужество. Первооткрывателем месторождения по праву считается Георгий Чернов. Геолог изучил состав пород, а их здесь целый спектр – коксовые, газовые, бурые. Позже именно Воркутинский уголь станет главным топливом для северной части страны. За 25 лет одна только шахта принесла 5 миллионов тонн угля. «Красное знамя». Такое название носит старейшее в коме печатное издание. Его первый выпуск вышел в свет 18 мая 1955 года. Сейчас газете 66. Ее история – это летопись республики, без сомнения память минувших лет. На страницах становление промышленности региона, рост городов, развитие культуры. В те времена особенно радовала читателей критика. Очень ждали читателей позитивной, конструктивной, профессиональной критики. И эта критика тут же, на эту критику реагировали партийные комитеты, партийные органы. У нас был в республике единственный настоящий филитонист – Анатолий Иванович Смирнов. Я еще должен вспомнить фамилии других хороших профессиональных журналистов. Людмила Федоровна Зель, Виктор Иванович Демидов, Геннадий Михайлович Турьев, Виктор Макаров. «Красное знамя» выходило ежедневно и пользовалось большим спросом. У него была целая армия рабочих и сельских корреспондентов. В 68-м издание даже наградили орденом «Знак почета», что говорит о высокой оценке труда его создателей. Увы, в 2014-м газета полностью перешла в электронный формат. Сегодня «Красное знамя» – это информационно-аналитический сайт. Тут ежедневно выпускают новости, комментарии, авторские колонки и интервью. Пожалуй, именно здесь же мы можем найти самый большой в республике архив фотоальбомов. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин